Вот так мирно, без лишних слов, начиналась вся эта история. Работники спецавтобазы ЖКХ выполняют предписание городского отдела экологии и забирают установленные на тротуаре металлические рекламные конструкции, которые разместили здесь без разрешения. А вот дальше все происходит по сценарию криминального кино. Вернитесь. Я же сказала уезжать. Че сидите-то? Я тебе же сказала. Не выключать могу. Всем привет. Привет. Ваши документы. Я не отдам. Полицию вызываем. Даша, вызывай полицию. Зазываем полицию. Зазываем полицию. Молодой человек ведет себя нагло и бесцеремонно. На предложение проехать в отдел экологии для составления административного протокола нецензурно выражается. Угрожает нашему видеооператору и требует вернуть ему баннеры. Камеру тесно начали. Уберите, пожалуйста, камеру. Уберите камеру. Вася, уходите. Василий, уходите. А ведь еще сегодня утром, по словам начальника отдела экологии Татьяны Соловьевой, организаторов ярмарки Санкт-Петербурга предупредили об ответственности за расклеивание объявлений на улицах города, а также за установку рекламных конструкций. Информацию о своем визите гости из культурной столицы разместили где могли. Причем не только на фасадах зданий, остановках общественного транспорта, но и прямо на дорожных знаках и столбах уличного освещения. Сегодня рабочие городской службы благоустройства сняли более 300 незаконных объявлений. Согласитесь, помощь сотрудников полиции в такой хулиганской выходке оказалась бы как раз кстати. Но стражи порядка подоспели как раз к концу потасовки, длившейся более 10 минут. Теперь время составлять протокол и ждать участкового. Перезносные информационные объекты, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а требования это по размерам, что конструкция не должна превышать высоту метр двадцать в ширину 0,6 метра, а конструкции, которые здесь стояли, гораздо были больше указанных размеров, подлежат демонтажу силами специализированного предприятия. Мне хотелось бы особенно подчеркнуть, что название предпринимателя к таким приезжим, в кавычках, гостям точно не подходит. Потому что мы знаем как раз образец предпринимательства в городе Абакане, совершенно другой, который направлен позитивно на развитие города Абакана. А в данном случае это в прямом смысле негодяи, которые в ночное время, как мелкие пакостники, развешивают свои объявления, потом устраивают вот здесь вот такие выездные торговые акции, которые ни с кем не согласовываются. Я думаю, что ни налоговые службы никак это не проверяют, не отслеживают действия вот таких горе заезжих предпринимателей. И основная наша претензия в чем? Что здесь конкретно четко нарушается правило благоустройства муниципального образования города Абакан. В свою очередь телевидение Абакан готово предоставить правоохранительным органам все видеоматериалы с места происшествия. Дарья Казак, Василий Конзычаков, телевидение Абакан.